Девушки отдыхают Мы приехали сюда, с города Еленовка, когда там начали сильные бои, и потом мы уехали к маме Добучаевск, после этого сюда приехали. Вы одна или с семьей? Я в семье, у меня муж и ребенок 4 года, в данный момент ребенок в садике находится, тут рядышком есть садик, очень удобно, хорошо. Ну как вас здесь приняли, как вас обустроили, почему именно сюда, как узнали об этом месте? Узнала от своих друзей, приняли очень хорошо, здесь, слава богу, условия хорошие, есть теплая вода, есть холодная вода, скважина, есть бойлер, сделали отопление, то есть хорошие условия. Конечно хочется, конечно хочется, недавно нам звонят соседи, говорят, что снаряд попал прям в дом, ну не в дом, а во двор дома, нашего дома, да, повредило только одно окно, слава богу, из-за бога. Так что ждем, когда все будет тихо, вернемся домой. Я приехала здесь, здесь дочка моя, я приехала с дочкой отсюда, меня она просто пригласила, потому что там просто жить невозможно, сильные обстрелы. А давно переезд? Ну вообще здесь, с декабря месяца, начало декабря. Насколько тяжело было уезжать? Ну сначала, как мне просто муж привез, сначала не тяжело. Я имею в виду не физически, а вот морально. А морально, ну тяжело, ну очень тяжело было уезжать, потому что в мирное время, и как бы всю войну видели по телевизору, а теперь просто война, она наяву, и очень страшно. Просто морально там нельзя было находиться. Сильные обстрелы были, она переживала, и вот попали сюда. В Бразилии Новки, да. Мы с Докучаевского, с Еленовки. Понятно. Мы смогли привлечь эту организацию, People in Need, которая в дальнейшем уже работала и по Добропольскому району, и в городе, и в поселке, и вообще. То есть они, ну хорошо очень работают именно в плане помощи людей, вот продуктами питания, всем самым необходимым, одеждой. Вот, финансовая помощь там. Если у людей есть какие-то проблемы, они там собирали нужды, оказывали даже такую помощь в ремонте жилых помещений. Они привозили кирпичи там, шифер и все такое. Вот, здесь нам тоже они привезли клеенку, но пластиковые окна не поставили, но есть там клеенка и позабивали эти окна очень хорошо. Это большое количество больших детей. А питание людей, кто помогает? Вот, может быть, там фермеры, волонтеры, спортеры? Ну, смотрите, вот питание у нас раз в месяц, вот по такому продуктовому пакету, выдают каждому человеку. Но из-за того, что здесь коллективный центр, мы это все централизовали. То есть у нас питание, оно централизованное. Мы готовим, и у нас есть завтрак, обед, и ужин, столовая, все. Вот, плюс еще очень, конечно, сильно нам помогают местные жители. Приносят, ну, например, если в этом пакете мяса нет, то люди приносят тоже мясо, молоко, хлеб покупают для нас. Ну, вот такое. Когда поехали люди еще, когда боевые действия шли, в Славянске и в Краматорске, мы силами поселкового совета, силами местных жителей пытались расселять в домах, которые временно не используются нашими жителями. Где-то селили в летних кухнях, где-то принимали даже прямо в семьи. Когда закончились уже места, закончились дома, и закончились возможности принимать людей, и расселять по частному сектору, мы начали уже серьезно задумываться о том, что надо искать место, где люди могли бы проживать до того момента, пока не найдут себе жилье в более приемлемых условиях. Поэтому совместно мы обследовали это здание, приняли решение, что действительно здесь можно общими усилиями сделать пункт для временного пребывания людей, которые приехали к нам из зоны АТО. И при помощи всех-всех-всех христианской организации, самих переселенцев, наших местных жителей, Добропольской райгосадминистрации, Добропольский интернат нам даже помог кроватями, мы потихонечку, потихонечку этот центр, будем так говорить, облагоустроили. Конечно, когда уже подключилась организация People and Need чешская, здесь появилось и отопление, но это, конечно, страшно было, дело шло к зиме, страшно было, что это здание долго не отапливалось, и здание такого объема отопить было очень сложно. Спасибо организации, которая подключилась, поставила котельную, которую мы дальше посмотрим. Помогли углем, помогли травами. Ну, то есть зима проходит пока нормальная зима. Мир ждем, а что мы ждем? Мира ждем. Домой хотим сильно, очень хотим домой. Думаю, что мужья остались. На линии фронта. Чтобы дома наши освободили, потому что негде жить. Самое главное, чтобы там была Украина. Мы вернулись, это самое главное. Каролина, улыбайся. Я снимаю. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Продолжение следует...